Сегодня Центральная избирательная комиссия Чуваши зарегистрировала четверых кандидатов в депутаты Государственной Думы 8-го созыва. Удостоверение получили представители КПРФ Владислав Цапин, ЛДПР Константин Степанов и Вячеслав Соловьев и член Единой России Леонид Пронин. Регистрировали будущих кандидатов в порядке предоставления документов. Первым в цикл республики пришел представитель КПРФ Владислав Цапин. Он претендует на мандат депутата по Канарскому округу номер 37. Каких-либо нарушений в пакете документов члены комиссии не обнаружили. Получение удостоверения кандидата в депутаты Государственной Думы сопоставимо с тем, когда я получал удостоверение, вернее партийный билет член КПРФ. Но теперь я более чувствую ответственность за судьбу избирателей. Также без проблем прошла регистрация представителей ЛДПР. Константин Степанов и Вячеслав Соловьев планируют баллотироваться по Чебоксарскому и Канарскому избирательным округам соответственно. Главное, чтобы вы и ваши избиратели по итогам выборов остались довольны. Надежда на победу. Ощущения полностью положительные. Мы с успехом прошли этап выдвижения, этап регистрации. Потому что та работа, которая проводится региональным отделением партии, она, конечно, дает о себе знать. Мы были первыми, кто зарегистрировал списки. И вот являемся одним из первыми, кто зарегистрировал уже на Государственную Думу в качестве одномандатников. Ожидаем напряженной борьбы. Удачи вам. Поздравляем. Леонид Пронин, претендующий на мандат депутата по Канарскому округу, также получил удостоверение зарегистрированного кандидата. Настроение, как и прежде, рабочее, боевое. Мы планируем сейчас провести работу, в первую очередь, и уже проводим по сбору наказов наших избирателей, которые войдут в основу народной программы партии «Единая Россия». Фактически, работа проделана уже огромная. Есть понимание повестки, как локальной, так и региональной. Всего в Чувашии на два мандата депутатов Государственной Думы России 8-го созыва выдвинулся 21 человек. Девять из них уже зарегистрированы. Конкурентность, наверное, есть. По России 14 политических партий имели право участвовать в выборах Государственной Думы без сбора подписей. Большинство этим правом воспользовалось. То есть более 10 кандидатов, мне кажется, это очень высокая конкуренция. И избирателям будет из кого убирать? Из кандидатов, из программ, из политических предпочтений. Завтра, 4 августа, заканчивается процедура подачи документов на регистрацию кандидатов. Желающие баллотироваться в Госдуму еще могут успеть подать документы. И уже через неделю станет ясно, какие фамилии будут включены в избирательные бюллетени. Ева Крутого, Татьяна Молкова, Бахтияр Вилеев, Республика.